МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Таблетки от секса. Само словосочетание звучит абсурдно. Действительно, кому может понадобиться лекарство, которое сводит на нет основной инстинкт? Тем не менее, российские фармакологи ведут разработки в этом необычном направлении. Они уверены, спрос будет. Что заставляет людей сознательно отказаться от секса? Кому выгодно лишить человечества либидо? И кто сегодня изобретает таблетки против основного инстинкта? Поводом для фармакологических изысканий стали результаты опроса, проведённого российским исследователем Андреем Мигачёвым. Вопрос был один. Нужна ли человечеству таблетка против секса? Обратил внимание на то, что существует явный перекос. То есть огромное количество препаратов для секса. В городе тысячи магазинов интима. Со всех сторон какие-то голые ноги. В исследовании приняли участие более полутысячи человек. Разного возраста, пола и социального статуса. Результаты не просто удивили. Поразили исследователя. В результате опроса выяснилось, что сначала большинство людей говорит, что нет, конечно, не надо. Через 10 или 15 минут практически все говорят, что да, даже если не нужно мне, ну, то есть я знаю вот Маню или Витю или там кого-то ещё, что, наверное, ему бы пригодилось. О каких же ситуациях идёт речь? И почему не всегда человек может взять себя в руки и переключиться? Первое, что приходит на ум – армия. Там проблема нереализованного сексуального желания в буквальном смысле на переднем крае. Когда человек идёт в армию, у него есть постоянная проблема, дискомфорт у того, что не с ним заниматься сексом. Если раньше возили овец, проституток, резиновых кукол, там что-то ещё, то сегодня появляется возможность просто взять и убрать эту потребность. В октябре 2005 года рядовой российской армии Виталий Салаус расстрелял из автомата шестерых сослуживцев. Объяснять произошедшее солдат отказался. Причину назвал один из выживших. Пьяные деды пытались изнасиловать новобранца. Этот случай не единичный. По статистике, из двухсот самоубийц в рядах российской армии 12 жертвы сексуального насилия. Вчерашние подростки, оказавшиеся в армии, у них это, то что называется, тяжелейший вариант сублимации. Они, конечно, ищут секса и пытаются его найти самыми дикими способами. Многие наверняка слышали, что проблему излишней сексуальности научились решать уже давно. С помощью обычного брома. Мол, добавляют его военнослужащим в пищу, чтобы они больше думали о боевых задачах и меньше о подругах. Но у серьезных специалистов этот устоявшийся миф лишь вызывает улыбку. Мальчишки в армии и так устают, у них практически нет свободного времени, у них практически нет времени позаниматься своими делами. И те несколько часов, которые им полагается поспать, они используют по полной программе. Промиды, они ведь имеют общоуспокаивающие эффекты. Солдат становится несколько, чуть более спокоен, чем нужно, в том числе и тогда, когда он должен быть, например, быстро бегать или решать какие-то там воздушно-десантные задачи. Таблетка от секса решит эту проблему раз и навсегда. Но сторонники этого необычного изобретения одной армии ограничиваться не собираются. Они уверены, в подавлении либидо заинтересовано ни много ни мало все человечество. Вместо необходимой в прошлом функции размножения сейчас интересы человека лежат в совершенно другой плоскости. Нам не нужно уже сейчас иметь много детей, нам не обязательно сейчас иметь постоянного партнера. Соответственно, человеческий организм, он должен перестроиться. Идея управляемой сексуальности родилась не вчера. В 17 веке на Руси появилась секта, адепты которой называли себя агнцы божьи. В мировую историю они вошли как люди, которые добровольно оскопляли себя, лишаясь таким образом навсегда радостей секса и возможности иметь детей. Скопцы возникали за последние две тысячи лет довольно много раз. Еще скопцы были алхимики. Ну, то есть было такое направление ученых людей в средние века, которые специально оскопляли себя, чтобы не отвлекаться, и чтобы у них осталось время для занятия наукой. Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Льюис Кэролл, Ганс Христиан Андерсон, Николай Гоголь. Это не просто знаменитости, а самые известные девственники в мировой истории. Совместить приятное с полезным у гениев не получилось. По неволе задумаешься. Может быть, действительно выбрать можно только одно – радости плотских утех или серьезный успех в любом другом деле. Спортсменов просят не заниматься сексом. Почему? Потому что это снижает энергетику в момент соревнований. Потому что все-таки секс, он подсаживает энергетику и эмоции. А спортсменам нужна спортивная злость для того, чтобы достичь весомого результата. Зигмунд Фрейд, а ему в вопросах секса по сей день доверяют миллионы, называл это явление сублимацией. Сублимация – преобразование эротического чувства в творческую деятельность. Есть и те, кто уверен – в светлом будущем для секса вообще нет места. В современном мире удовольствий гораздо больше, чем только секс. Есть кинотеатры IMAX в 3D, есть в Facebook, есть в ВКонтакте. И сегодня спросите любого психолога, приложение социальной сети на телефоне, оно более увлекательно и сильнее затягивает, чем любой секс. Человек будущего, по мнению футурологов, нечто среднее между хомо сапиенс и роботом. Он много работает, размножается в пробирке, всё контролирует вплоть до чувств и эмоций. Всё, что может быть изменено в человеке, будет в нём изменено. Ну, то есть меняют пол, меняют нос, меняют ухо, меняют размеры, меняют длину ног, меняют цвет глаз, меняют цвет волос. Сначала люди начинают говорить, что с инстинктами нельзя поспорить. Но мы всё время и только делаем, что спорим с инстинктами. Если верить медицинской статистике, каждого десятого жителя Земли сексуальная жизнь не интересует. И дело здесь не в этике и морали. Так устроена гормональная система этих людей. Их называют асексуалами. Когда люди приходят в состояние сексуальной заинтересованности, то в них пробуждаются как бы животные составляющие, можно сказать, явная деградация. Виталий Баринов называет себя типичным асексуалом. Пока таких, как он, меньшинство. И среди обычных, ещё не достигших просветления людей, их взгляды, понимания не находят. Пока что эта тема малоисследована, малоизучена, и объяснений нет. Популярные издания объясняют это всякими травмами, объясняют болезнями. Но я точно знаю, что у меня ничего такого не было. И у большинства моих знакомых тоже. А пока огромные корпорации эксплуатируют и дразнят основной инстинкт. Сейчас сексуализируют всё. Например, когда рекламируют еду, представляете, там, шоколад, текучий вот такой вот эти там все ягоды, которые в него опускают, это, по сути, порнография. Даже появился такой термин, фуд-порно, когда вместо того, чтобы просто продать вам шоколадные хлопья, вам показывают, что если вы их съедите, то вы станете очень привлекательны, у вас прямо наступит оргазм. И до мной таблетки разной формы, разного цвета и разных фирм-производителей. Спрос рождает предложение. Все эти таблетки направлены на то, чтобы усилить потенцию. И как раньше мужчины обходились без этих волшебных пилюль. Годовой оборот рынка препаратов для повышения потенции – 5 миллиардов долларов. Бигборды на улицах города. Телевизионная реклама. Спам в виде писем на электронную почту. Дня не проходит, чтобы среднестатистический россиянин хотя бы раз не получил предложение улучшить свою сексуальную жизнь. Сама по себе реклама. К сожалению, вызывает у обывателя, который смотрит эту рекламу, чувство некоторой неполноценности по эротической части. Хотя никаких показаний для принятия этих препаратов нет. Все и так замечательно получается. На самом деле проблема совсем в другом. Если так пойдет и дальше, то уже через 150 лет людям будет негде жить и нечего есть. По подсчетам глобалистов, если в ближайшие годы рождаемость не снизится, перенаселение планеты превратится из кошмарных фантазий в реальность. Избавление от секса, оно выгодно практически всем, как я сказал, но лучше всего это понимают те, кто борются с перенаселением и те, кто говорят о так называемом кризисе перенаселения, о экологическом кризисе. Нет секса – нет проблем. В будущем таблетка поможет разуму взять чувства под контроль. Хотя некоторым никакая таблетка не нужна. Анатолий Вассерман уже сегодня в некотором смысле человек будущего. Чтобы отказаться от радостей секса, ему хватило силы воли. Хотя причиной пожизненного воздержания стало не стремление к совершенству, а юношеская забава. Было мне 17 лет, спорили мы с одним сокурсником о запретах и ограничениях в половой жизни. И я, к сожалению, попался на этот крючок, взвился на дыбы и заорал, я тебе докажу, я вообще половой жизни жить не буду. Трудно себе представить, чтобы молодой, полный сил юноша сознательно ограничил себя в такой очевидной радости жизни. Но данное слово оказалось сильнее, чем все соблазны. Хотя Анатолий не раз пожалел о том споре. Сейчас я считаю свой тогдашний выбор ошибкой, основательно испортившей мне всю жизнь. Однажды в одном телевизионном диспуте даже заявил, если узнаю, что кто-нибудь попытается приводить меня в качестве примера пользы воздержания от половой жизни, не поленюсь, отыщу его, приеду и лично набью морду. Известный интеллектуал и автор множества популярных книг. Неужели всеми успехами Анатолий обязан добровольному целебату? Как бы не так. Удерживаться от соблазнов, конечно, тяжело. И я думаю, что те силы, которые у меня уходят на воздержание, я бы с гораздо большей пользой потратил в семье. Подавление полового влечения – это гарантированное снижение всех видов активности, заметное падение трудоспособности. Но как же знаменитые девственники? Неужели они смогли бы сделать еще больше, не отказывая они себе в радости плотских утех? Впрочем, если изучать их биографию не поверхностно, а более подробно, закрадываются серьезные сомнения в честности гениев. Скорее всего, это были люди, тщательно скрывавшие свою сексуальную жизнь. На том же Льюисе Кэрроле, на нем лежат обвинения в педофилии. У того же Гоголя были какие-то неудачные эпизоды. То есть человек без секса – это отнюдь не средство помочь собственной гениальности. А вот и главная новость о таблетке против секса. Оказывается, она уже есть. В единичных экземплярах. Лев Исагулян – новатор в области фармакологии, нарколог и психиатр. По совместительству – изобретатель той самой пилюли. Правда, она не должна абсолютно избавить людей от сексуальной жизни. Скорее, правильно ее выстроить. Наш продукт позволяет ставить некую форму защиты. То есть перед тем, как принять некую форму выбора и войти с человеком в какую-то эмоциональную или половую близость, он сможет остановиться и подумать, стоит ли ему это делать или нет. А вот как быть тем, кто в буквальном смысле является рабом своей гиперсексуальности? Возможно, именно для них таблетка против секса станет шансом вернуться к нормальной жизни. Нереализация своей гиперсексуальности может привести к самым страшным последствиям, вплоть до развития психоза, по-видимому, до срыва, до начала асоциального поведения, то есть то, что называется поведение маньяка. Еще раз повторяю, в быту – это неправильное слово, но сейчас это называется маньяк. Но и в этом случае таблетка не по нацели. Эксперты уверены – нарушение сексуальности в ту или иную сторону – это следствие, а лечить надо причину. Давайте предположим, что в недалеком будущем секс действительно станет немоден и уступит место другим наслаждениям. И в аптеках появятся таблетки не только для, но и от секса. Я не исключаю, что так и будет, но не факт, что лекарство, будь оно даже самое лучшее и дорогое, решит ваши проблемы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова